Кто досмотрел это видео до конца, расскажу очень интересный секрет и прием, который делают очень часто многие блогеры. Для того, чтобы прическа в процессе записи видео не опадала, не терялась густота волос, вот сейчас я придала себе волосы, точнее взбила волосы руками, вы можете почувствовать, что называется разница, как я закончила записывать, какая шикарная, я сижу сейчас. Так вот очень многие блогеры, вот таким образом встряхнув волосы, они потом еще их вот так закалывают вот здесь специальными зажимами. У меня таких зажимов нет, но я хочу их себе прикупить, всем же нравится хорошо выглядеть в кадре. То есть ты вот так вот волосы сюда закалываешь, то есть у тебя там пробор, как будто бы ты две косички собралась записать. А здесь у тебя очень-очень много объема, ты такая вся шикарная, локоны у тебя шикарные, здесь вот так чуть-чуть уберешь. Много-много объема и можешь рассказывать всем о том, как восстановить густоту волос, и все будут думать, что у тебя такие густые шикарные волосы. Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я считаю себя искренне, считаю себя смелым человеком, потому что я получала огромное количество критики по поводу своих волос и комментариев, что вообще не ты должна выпускать видео о волосах и что-то людям советовать. Но тем не менее сегодняшнее видео снова будет посвящено волосам. Я знаю, что есть те, кто отращивают волосы со мной, и это видео выпускается, что называется, отхок, оно выпускается в непредусмотренном режиме, просто потому что я заметила, что я заметила, вот такой нарост волос, даже не знаю, как это сказать. И могу сказать, что меня бы не удивил такой маленький пушок, прирост, не знаю даже, как его охарактеризовать, потому что, ну, периодически мы все замечаем, что волосы у нас обновляются, и начинается вот такая поросль. Но, но, меня удивил другой факт. Посмотрите, как располагаются эти волосы, то есть фактически они располагаются как будто бы новой линией, и такие волосы появились у меня по всей голове. То есть я предположила, именно поэтому записываю это видео, я расскажу, что я для этого делала, хотя я не делаю этого для того, чтобы моя густота волоса восстановилась, но расскажу, что происходит, и что я делаю каждую неделю, иногда несколько раз в неделю, потому что я склонна думать, повторюсь, а так, именно потому что подобный пушок, я думаю, что многие из нас в течение своей жизни отслеживают и замечают, вот эта поросль, она несколько другая, ее больше, и она, как вы видите, вот она прямо-таки совсем не смешана со старыми волосами, то есть такое ощущение, что она растет как будто бы по новой какой-то линии. Мне было очень трудно отснять эти волосы, никак у меня не получалось, потому что на камеру вообще нет разрешения у меня, когда я приближаюсь, приближаюсь, нет фокуса, поэтому я вот таким образом сфотографировала только вот эту часть, только вот эту линию роста волос, но повторюсь, по всему, по всей моей голове, вот где бы я не раскрыла волосы, где бы я не сделала пробор, вот такой очень-очень значительный подшосток. Повторюсь, это может быть совпадение, может быть нет, я просто расскажу, что я делаю, возможно, это и вам поможет восстановить густоту волос, потому что я считаю себя человеком, который смог восстановить густоту волос. Как я это сделала? Прежде всего, я думаю, что это произошло, Потому что в определенный момент, решая, как я буду восстанавливать не только густоту волос, но и длину, у меня были прямо такие полупрозрачные концы, я не знала, каким путем мне пойти, путем промышленного ухода, либо путем натурального ухода, потому что эти уходы нельзя смешивать. Я много раз объясняла, почему. Основная причина заключается в том, что если мы используем какие-то промышленные уходовые линейки, допустим, волосы моем мукой, то мы никогда не смоем то, что должно смываться из промышленных линеек. Поэтому либо промышленный уход для отращивания волос, либо натуральный уход. Почему я выбираю натуральный уход из года в год? Просто потому, что он эффективнее. Поверьте мне, я столько внимания уделяю волосам. В своих видео про моду я всегда рассказываю, что классная прическа для женщины – это шикарный аксессуар сам по себе. К сожалению, этот аксессуар нельзя приобрести за деньги. А если даже очень хочется вложиться в этот аксессуар, то придется потратить огромное количество времени, какие-нибудь два года, для того, чтобы этот аксессуар, то есть наши волосы, нас украшали. Поэтому я всегда за волосы. Поверьте мне, я знаю о волосах столько, что могу позволить себе записывать об этом видео. Итак, возможно, вы слышали, возможно, нет, что все кислое очень полезно для волос. И к этой теме бы я, в общем-то, не вернулась, если бы не два интересных факта, произошедшие за последние два месяца. Первый факт – я пошла и сделала восстановление. По очень настоятельному совету моего мастера, парикмахера, я сделала восстановление по системе Joyco. Это система, которая запатентована, до сих пор не раскрыта формула, скоро они ее раскроют, потому что будут обязаны, потому что такое патентное законодательство. Но пока никто не знает, что конкретно там происходит. И основной вопрос, и основная критика к этой восстановительной системе, она четырехступенчатая, заключается в том, что вторая фаза – это так называемый силер. И вообще все силеры для волос, вы должны понимать, это средства, которые очень-очень кислые. Они что делают, эти силеры, и почему основной знак вопроса именно к силеру по системе восстановления Joyco? Заключается в том, что когда мы наносим какой-то кислый продукт на наши волосы, чешуйки закрываются. И почему критика возникла? Раз чешуйки закрылись, как потом третья и четвертая ступень увлажнения, а также питания проникают в волосы. Joyco никак не комментировала ни разу, ни на своих форумах, ни на своих видео в YouTube, которые выложены в достаточном количестве. Никак этот вопрос не освещала отдельно, возможно, скоро они это сделают. Но вот основной как раз-таки вопрос и критика направлена на то, что после того, как мы наносим силер, и чешуйки волос закрываются, как вообще туда что-то может проникнуть? Это первый момент по поводу того, что волосы любят все кислое. Вернемся к натуральному уходу. Многие ополаскивают волосы лимоном, многие ополаскивают волосы уксусом, многие, как я, заметили, насколько классный эффект можно получить, делая маски из самого обычного, текущего кефира на свои волосы. Волосы плохо пахнут потом, можно слегка улучшить ситуацию, добавив капель несколько эфирного масла, допустим, лимона, и тогда волосы не будут, когда мы их прополощем, пахнуть кефиром. Вообще, вот опять же, возникает вопрос, Яна, зачем пахнуть кефиром, зачем наносить все эти маски, которые текут, постоянно портят одежду, и ты потом, в общем-то, на самом деле, даже дома себя ощущать с этими масками не очень удобно. У меня только один ответ всегда, и для меня он ясен, как никогда. Я повторюсь, много лет пытаюсь отрастить свои волосы, в этот раз обязательно это произойдет, просто потому, что я отдала себе слово, что я это сделаю, а сделаю я это прежде всего, если я не буду красить свои тонкие волосы, которые не переживают окраску, по всей видимости. Так вот, я совершенно точно это делаю по одной единственной причине. Все эти средства гораздо более эффективны. Я сталкиваюсь с огромным количеством своего потребительского неудобства, потому что течет, нужно заварить, нужно все это не забыть взять в ванну, в ванной ты все это пачкаешь, с тебя это льется, капает и так далее. Но эффект того стоит. Для меня, по крайней мере, на моих волосах совершенно точно. Если у вас другой тип волос, вам повезло больше в этой жизни с волосами, то, возможно, действительно, вы можете делать промышленный уход, и у вас все будет хорошо. Хорошо. Так вот, возвращаясь опять же к кислым продуктам, я рассказывала, что я решила расхламить свои индийские травки, которые я купила когда-то, когда первый раз еще восстанавливала волосы, когда мне удалось восстановить густоту волос, я наносила те же самые индийские травы. И в этот раз у меня было много амлы. Что такое амла? Очень многие сравнивают амлу с шиповником, и тут мы все понимаем, что это кислый продукт. Ну и вообще, амла сама по себе это кислый продукт. Кстати, у меня сегодня волосы после амлы, и они очень-очень гладкие. Я их просто помыла после того оптана, прополоскала, сейчас я расскажу, как я его сделала, много раз рассказывала, но повторюсь. То есть волосы не нуждаются действительно ни в каком кондиционере, они прекрасно расчесываются. Тот же самый эффект мы получаем после ополаскивания уксусом, тот же самый эффект мы получаем после ополаскивания лимоном, и тот же самый эффект я получаю после ополаскивания амлы. Так вот, возвращаясь к началу видео, по поводу густоты волос и этого подшерстка, который в этот раз несколько отличается. Я уже практически два месяца, и я об этом рассказывала, что я начала это делать. Наношу смесь из амлы плюс рисовая мука, для того, чтобы прежде всего волосы очищались. То есть мы должны знать, что рисовая мука, нутовая мука, ржаная мука прекрасно промывают волосы. Соответственно, в этот состав, это уже получается у меня не просто маска, а оптан, который очищает мне волосы, я добавляю всегда амлу, всегда рисовую муку, а потом по желанию, что найду из индийских трав. Поскольку по желанию всегда это меняется, я здесь не буду акцентировать внимание, потому что думаю, что произошло то, что произошло. Если действительно этот подшерсток я себе обеспечила благодаря вот такой маске, то произошло это благодаря амле прежде всего. Почему? Не знаю почему, не могу сказать. Вот сегодня с утра буквально я записывала видео про уборочку, а как я часто говорю, перед пробежкой часто, прежде всего выходные дни, когда мне не нужно в садик ехать, когда мне не нужно уже скоро ехать в садик, я делаю вот такие маски. Я наношу эту ужасную смесь, которая течет, капает, в итоге мне пришлось прервать запись и пойти в свою душевую кабину, потом я снимала душевую кабину, как я ее мою, и прежде чем мыть душевую кабину, просто я показывала, как я использую швабру, мне пришлось ополоснуть душевую кабину, потому что там были вот эти ужасные коричневые непонятные следы, которые получились, потому что мне пришлось опрокинуть голову, нанести эту маску, потом постоять с этой маской почти целый час, не заматывать ее в пакет, потому что она капает, течет, нужно убрать излишки. В общем-то, я вам передать не могу, как все это неудобно. Но, но, к чему я все это рассказываю? К тому, что если вы отращиваете волосы со мной и хотите попробовать восстановить густоту волос, потому что, на мой взгляд, это возможно. Потому что однажды я рассказывала, я столкнулась с тем, что вот я волос, руку запускала, я ощущала разницу, сколько у меня было волос, допустим, год назад, и сколько у меня стало волос. И смогла, я повторюсь, восстановить. И делала я все то же самое, что делаю сейчас. В прошлый раз действительно волосы восстановились, но я также рассказывала, что я была беременна в прошлый раз. Очень многие мне написали, Яна, у тебя волосы стали расти, потому что, хотя очень многие жалуются на выпадение волос во время беременности, либо сразу после, в то время, как мне в этот период удалось восстановить, но действительно такое случается, что волосы растут больше. И поэтому я, в общем-то, да, восстановила густоту, была этому рада, но не связала один факт с другим. Теперь же, когда я повторяю эту процедуру, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы отрастить волосы и так далее, и так далее, я могу совершенно точно сказать, что для меня, скорее всего, да, это средство, амло, амло-средство, если вы не найдете амло, попробуйте шиповник, восстанавливает густоту волос. Возможно, потому что происходит другое очищение кожи головы. Я не думаю, что волосяные фолликулы можно чем-то извне напитать, вот честно, не думаю. Возможно, это происходит, потому что какой-то, опять же, тепловой эффект достигается, когда я хожу с этой маской. Но, опять же, можно с разными масками ходить, и я ходила с разными масками. Эффект получается именно вот у меня от амлы плюс рисовая мука. Поэтому я склонна думать, что конкретно эта процедура восстанавливает густоту волос, А как она работает, к сожалению, я сказать не могу. Я думаю, что если это видео посмотрит трихолог, он тоже ответить на этот вопрос не сможет. Но поэкспериментировать, что называется, стоит, почему бы и нет. Потому что амора стоит недорого, по крайней мере здесь в Италии, она стоит копейки, хватает ее надолго. Если вы приноровитесь ее разводить правильно, таким образом, чтобы она не была слишком густая, иначе она, когда я наношу ее на сухие волосы, она просто скатывается. То есть если вы привыкнете делать свою пропорцию, а эту пропорцию я вам сказать не могу, вы должны ее для себя выверить, потому что все зависит от густоты ваших волос, от того, насколько они тонкие, насколько они, ну, в общем-то, от ваших волос, от моих тоже зависят. Это пропорция. Вот когда вы приноровитесь, вы поймете, что у вас минимальный расход амора. Упаковки амора совершенно точно, вот на такие процедуры раз в неделю вам хватит больше, чем на полгода. Соответственно, если это средство восстанавливает волосы, почему бы его не попробовать? Желаю всем хорошего настроения, красивых причесок, красивых волос. Я считаю, что мои волосы выглядят, честно, шикарно. Честно так считаю. Просто потому, что я не использую плойку, я не использую брашинки. Я, в общем-то, посушила и пошла. И для вот такого каждодневного варианта я считаю, что это просто шикарный, шикарный эффект. Желаю всем себя так ощущать прежде всего и, конечно же, выглядеть. Увидимся очень скоро. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.